И это вам не Sony, и это вам Panasonic. Сегодня есть пару просветов на небе. Всем привет. Головы мои не видно, но это не важно. И есть надежда, что на какую-то хоть звезду я успею навестись. Мне интересно просто, это первый будет пуск этого GS сервера Зеленого Болота, под управлением Зеленого Болота, этого всего счастья. И посмотреть на, с первого раза он куда-то попадет или нет, или будет полная задница с передницей. Тволков не может, чтобы не материться в эфире. Ну, по-развездке только вижу. Ладно. Вчера была видна чуть-чуть полярка, все остальное было в облаках, и я успел сделать одну вещь. Я успел, я успел сделать регулировку полярки, и все, больше ничего. А уже наводиться, он кричал, ни черта не вижу. Я потом посмотрел на небо, таки да, ничего не видел. Ну что, давайте рискнем, посмотрим. Я не знаю, сейчас вот все сделаем с Нины. Он сейчас типа запаркован, по-взрослому все. Поэтому мы все подключим. И тут кнопочка есть, все подключить, но я так что-то по старинке. И попробуем его из Нины распарковать, и поставить в Home Position, и бла-бла-бла. Ну, я пока не буду охлаждать камеры, потому что сегодня, вряд ли съемка получится. Облака, облака, облака. Но наша задача более скромна. Так, распарковка, распарковываем. Не двинулся, отлично. Домашняя. Пожалуйста, о чем ты говоришь? Поехал, хорошо, съемка. Цель ручной фокусировки. Вот здесь тут надо, я не знаю, Мирфак, Северный Восток. Это что у нас, изобразить надо. Северный Восток. Это где? А? Я ничего не вижу. Я вижу какую-то вот такую яркую, но это Юпитер может быть. Я мало чего вижу. А что вот то? Это где-то на... Сейчас попробуем туда навестись. Через планетарий. Так, ну это будет, конечно, немножко неправильно, но кому сейчас легко. Потому что звезд я не вижу. Но я, конечно, могу сделать движение к цели по Мирфаку. И я скажу вам сразу, будет видно что-то или нет. Мы даже проверим это перед тем, как будут ли видны звезды. Фильтр у нас сейчас стоит самый такой байдеровский, то есть достаточно прозрачный. Да, и что ты там... Или мне сказать, какой Мирфак? Нет, ну там что-то видно. Ладно. Давайте погасим свет. PlaySolve. И дерзнем нажать 10 секунд на неохлажденной камере, потому что мы сегодня с вами не снимаем. Так. Разрешение. Ёперный театр. Он 12 минут угловых сразу дал. И что? А это что такое? И чем сразу парковаться стал, я не понял. А что это было? Кто-то мне может что-то рассказать по этому породу? И при этом он запарковался и продолжает трекировать он. Так. Ошибка Остап. Прелестно. Да, ну давайте посмотрим на ошибку Остап. Изображение. Ну да, он тут вообще ни одной звезды не видит, но почему-то он написал нам 12 секунд. А, он... Вообще ничего не понял. Кто-то что-то понял? Причем он... Парковка... Он не запаркован. И что это? Да, очень хорошо. Я так тебя не парковал в жизни. А раз парковка... Так, она посмотрим на координаты. Случайно ли они не сбились? Где это тут... Общее? Да нет, все правильно у нас с координатами. Но дело в том, что... Я, получается, вызвал болото. И я запарковался с Нинной. И она мне не спросила, кто, как говорится, первый. Кто главный в студии. А здесь он не запаркован. А в Нинне он запаркован. Господи. Так, это уже будет называться... Так, вот теперь я запарковал, и он, получается, в этой позиции. Но тогда, если Хом... Он Хом тоже не едет. Вот именно по этой причине я вам все показываю. Распарковка и отсюда домашний. А отсюда домашний он делает. Я случайно не нажал там, сделал? Нет, ничего не нажимал. То есть Нина управляет, а этот не управляет, что ли? И эта парковка будет называться у нас, что ли? Нет, так мне такая парковка нахрен не нужна. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ду-ду. Да. Это хорошо, что... Вот почему надо все проверять. Для того, чтобы потом быть готовым к бою. Но это он вытворил буквально при вас все. Я тут, как говорится, руками ничего не трогал. Все в стандарте, все в штате. Вчера, кстати, я пытался наводиться на звезды, но просто звезд не было, и он все отработал. Я запарковался с Ниной, он запарковался, и я ушел. Я пришел, он запарковался, он распарковался, в домашнюю позицию приехал. И вот, пожалуйста, после наведения на МИРФАК, он замер нахрен. Да. И он думает, что он по 90 градусов. А ДЭК, вообще, как говорится, сами понимаете. Ну, что в такой ситуации делается вообще-то? Да ничего особого. Просто если он считает, что это Home Position у нас сейчас, да, в Home, ну, просто тупо берем и выставляем его еще раз по меткам. И пробуем еще раз. Вот у нас тут наши метки, чтобы не заглядываться сильно. Сейчас проверим тут. Вот. И обманем его еще раз, попробуем. Маленькие изменения, которые потом большие делают нервы. Ну, я так сейчас точно не буду прям. Здесь-то он по АРЭЮ приехал на свой 0. А по ДЭКу. Так. И вот здесь мы паркуемся. Ну, судя по всему, он сейчас будет парковаться нормально. Потому что Home Position я ему выставил как бы... Очень хорошо. Он очень хорошо. Да, сейчас вот все, как мы пришли, так он и был. Ладно, давайте сделаем другое. Давайте распаркуемся отсюда. Вот. Вот это он отразил. И поедем в домашнюю позицию отсюда тоже. Сейчас он поедет, куда мы его поставили. Вернемся в свою съемку. Цель ручной фокусировки. Я не знаю, что тут выбрать другое. Северный Восток Капелла. Может быть. Давайте сделаем движение к цели. Капелла. Похоже. Капелла я ни хера не вижу. Все затягивает облаками. Так, Капелла. Я сейчас посмотрю. Где это Капелла? Да, Капелла есть. Светится. Так, давайте сделаем вот что. Так, сейчас мы потушим свет с вами. И сделаем такую финтушами. Выключим повтор, включим он. Поставим ему там 5 секунд. Он, по идее, должен работать с звездным, да. Ну, как бы переключаться после наведения. Делаем снимок. И посмотрим, видит ли он вообще что-то. Какие-то звезды. Ох, как видит. Ну, она вся в тумане. Ну, Капелла, он, пожалуйста, он сразу почти на нее навелся. Значит, ну да, у нас немножко ненавидено. Тогда нам надо с вами это дело поправить. Вот поэтому, может, и выдергивается Остап. Но другой вопрос. Почему? Почему? Так, повтор напишем здесь повтор. Сейчас возьмем нашу штучку-дрючку. Нежно развернем наш монитор, чтобы видеть. О, пусконаладочные работы, можно сказать. Так, я здесь навсегда зацепил эту шворку, чтобы каждый раз ее не втыкать и вытыкать. Хорошо, когда грузоподъемные монтировки. И пофигу, там, пару грамм лишних туда, пару грамм лишних сюда, нафиг. Так, что мы тут? Где ты? Только не говоришь, что села батарейка. Так, вот мы включаем. И давайте добьемся минимального диаметра звезд. О, правильно смыканул. Еще чуть-чуть. А, нет, уже бублики. Так. Бублики, бублики. Так. Я даже не знаю, честно говоря, где тут эта большая звезда. Она сбоку. Вот по лучикам можно наводиться, если маски нет. И вот видите, рядом с звездочкой она... О, они туда пошли. Сейчас лучики сведем поближе. Если маска потерялась в поле. Можно так наводиться на резкость. Ну, почти. Для Остапа хватит с головой. Все. Я не удивлюсь, что там будет почти резко. Так, разворачиваем сюда свой монитор. Он же телевизор. За... Так, закрываемся здесь. Выключаемся здесь. Так. Идем в плейтсов. Нажимаем. Пусть решит эту задачу непомерную. Плейтсов должен сработать. Все резкости. Все. Он дал 30,5 градуса. И что он после этого делает? Он опять делает то же самое. Это он что, хочет сказать, что он так поправил? Да нет, ты что, гонишь? У меня такое подозрение, ребята. Ну да, слышь, полградуса ошибся он. У меня такое подозрительное подозрение, что у него что-то с каталогами. Ну, естественно, 17 градусов. Так вот работает. Это первый запуск этого. Сейчас он вообще черти куда поехал. Но я хочу, пусть один раз попробует синхронизироваться. Тогда он вообще уехал, хрен знает куда. Может, он хотел переложить меридиан и застеснялся. Ну, вот первый запуск с этапа под вот этим зеленым болотом, пожалуйста. Все при вас происходит. Все, вы видите, с чем может придется сталкиваться. Теперь он дал опять полминуты и опять он, смотрите, куда уезжает. Он не соображает. Я подозреваю, что в этом грин болоте что-то не согласовано с Ниной. Давайте посмотрим. Он меня в этот раз не спросил, под чем работать. Вот этот локаут топоцентрик, J-Now, а здесь J-2000. Так, давайте сделаем одну вещь. Потому что это будет до бесконечности, я чувствую, смыканье. Сейчас он вообще может сложиться. Он как не видит, он не соображает. Нажмем здесь J-2000. Это типа сохраним. Потому что, если мы пойдем сюда, в телескоп. Ну, здесь-то, хотя эпоха стоит J-Now, она не меняется. Получается, J-Now, J-Now и вот что-то он не это. Сейчас он под другой эпохой, он вообще, наверное, фиг знает, что сделает. Ну, вы все сами видите. Я пока не знаю, в чем это загадка природы. Ну, мы можем сделать еще что? Мы можем сейчас научить его в планетарии. Попробуем, во всяком случае. Сейчас я здесь помучаюсь еще, там, в съемке, что он тут. Ну, да, он начинает. Он дает 17 градусов и пол... И вот это он смыкает и не может навестись, хотя первый раз он навелся на капеллу. И они синхронизируют ее. Ну, и вот это будет продолжаться. Фиг знает сколько, поэтому мы это останавливаем. Нафиг. И займемся другим сейчас. Мы его, ну, даже, да, даже, 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 пускай с Мины. Я что-то думаю, не понимаю, почему он. Сейчас я его в Home Position загоняю. Как я понимаю, он должен сейчас был навестись, как в Якумоде, и все, и синхронизироваться. Но он этого не сделал. Ладно, мы сейчас выйдем из Нины. Камеру мы, слава богу, с вами не охлаждали. Мы умные ребята. Правда, стоит нагреватель рассып, поэтому поднял он до 21 градуса, а сейчас у нас где-то 13. Так, мы выключаем камеру. Отваливаем камеру. И отвалим телескоп, чтобы не смущать его. Отключаем телескоп. Ну, не будем отключать. Так, теперь мы просто вызываем зеленое болото, которое мы отдельно не вызывали. Вызываем наш, хотя можно было и не вызывать отдельно зеленое болото, он бы, а как бы, сам бы вызвал через планетарий. Идем в планетарий, идем в телескоп. Куда ты пошел? Вот в этот телескоп нам надо. Вот, берем наше болото, коннектимся. Мне просто интересно, да, и здесь, в планетарии, J2000 стоит. И я здесь поставил тот же J2000, потому что в планетарии JNOW такого нету. Вот J2000 здесь стоит. И здесь мы законнектились. И планетарий J2000. JNOW я тут, по-моему, не встречал. Но, во всяком случае, вот если идти в закладку ключик, эта мышка на меня в Одессе держит, вот, и идти сюда, вот J2000 стоит, дефолт. Какие? А, вот есть еще JNOW. Ну, может быть по этой, но хотя, при чем тут планетарий? Давайте здесь, хорошо. JNOW, фиг с тобой. Конечно, должен кто-то позвонить обязательно. Обязательно. Мы так не можем. Мы остановились на том, что привели в соответствие вот этот вот JNOW здесь. И JNOW я поставил здесь. Не знаю, прав, не прав. А, это я еще не там ставил. Прекрасно. Сейчас и здесь поставим. Так, 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 так. Где оно? Вот, нет, все я правильно поставил. Ну, все, теперь везде JNOW. Connect-то нет же, Господи, что ж ты творишь? Так. Так, здесь disconnect, здесь connect. Еще раз проверим, нафиг этот чертов каталог. Все правильно, хоккей. Хоккей. Ладно. Так. И что это такое? А он не законнектился. Ладно. Здесь disconnectимся. Он должен его, типа, вызвать. Ну, хорошо. Начин его. Вот он его вызвал. Все. Он им управляет. Типа. Хорошо. Хорошо. Он в home position. Да, да. Так, все, да. Теперь он, 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 все, 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 все. Так, давайте какую-то уже звезду найдем, блин. Звезда, то, вот это капелла, типа, вот так вот. Каталоги совпадают. Поехали. А подсмотрим, ага, подсмотрим мы. Нам же выключили камеру, нафиг мы ее выключали. Кто-нибудь его знает. Ладно, включим камеру. Камеру мы включим. Ну, не знаю. И, заметьте, стоит, зараза, на этой. Никуда не шевелится. А ты из-под мины начинает ездить. Что-то там тошнит его. Так, давайте зайдем в съемку, зайдем в изображение и посмотрим, где мы. Да, в Караганге. Нажимаем, как бы, беспрерывную съемку. Вот капелла. Отлично. Ну, теперь мы сделать можем такое, как бы, вот такое вот перекрестье, которое здесь, не знаю, как его сделать. И, оськами, 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 мы, давайте, подвигаемся, синхронизируем, типа, в этом. Блин, здоровый такой этот. А вот он. Тут нарисована штучка. Ну, чтобы поменьше его сделать, чтобы было видно, куда мы движемся. Так, здесь скорость мы уменьшили и посмотрим, куда нам двигаться. Ага, двигается. Видите? Видите? Это хорошо, что вы видите. Только я не туда двигаюсь. Ага. Нам не надо туда, нам надо обратно, на линию. Здесь надо учитывать, что секунда выдержка идет этот самый. Ну, это, конечно, фигня, по старинке работать. Сейчас чуть скорость добавим. Ага, не туда. Так я раньше в этом на трекере делал. Недалеко ушел от технологии трекера, перейдя на зеленое болот. И опять же, я подозреваю, что это капелла. Может, это нахер и не капелла. Ну, судя по всему, капелла. Так, вот капелла. Ну, а да я куда-то ехал. Ладно. Тут надо не спешить. Ну, и чуть-чуть, наверное, вверх поднять. Да? Да. Ну, чуть-чуть вниз и чуть-чуть еще вот сюда. Нет, сюда. Да, если одна ось совпадает, то вторая не совпадает. Ну, вот так. Я буду считать, что я на капелле. Теперь я иду вот сюда вот и говорю синг. Ты синхронизирован. И что он делает? При слове синг он отъезжает куда-то. Это фигня. Он должен наоборот зацентроваться. Да. и что? И он за ним продолжает следить. А видите, что делает планетарий наш золотой? А планетарий отъехал. Хорошо. Давайте вернемся сюда. Давайте вернемся сюда. Перейдем на J2000. Может, из-за этого он съезжает. Мы сюда сконнектимся. он и так сконнектенны. Мы там макеикнули вроде бы. На. Еще раз сконнектимся. И говорим ему сюда. Слю. и вот что происходит. Идет то же самое несогласование эпох. Он думает, что либо это, либо время какое-то не совпадает. Часовое или там звездное. так, давайте еще раз зайдем в эти чертовые. Все тут стоит на месте. Все с точностью до троливали. Ну, а где тут время тогда? Как его узнать? ЛХА минус один час. Почему минус опять? Мне вот это не нравится, что-то минус стоит. не должно минуса стоять. Короче, че-че-че. Что-то это не то. И заметьте, он еще ни разу не вырубил трекирование. Он все время работает нормально. И вот пока есть какие-то просветы на небе. Получается, что под управлением планетария он вытворил тоже дичь. Ладно, давайте сделаем еще раз такую историю. именно еще раз Home Position и с учетом того, что я поставил там J2000, а не JNow. ну планетарий J2000. Может и здесь надо ему ставить J2000. Кто мне скажет? А вы скажете. Ну хорошо, я здесь тоже J2000 поставлю. Запомню это. Уйду отсюда. Подойду сюда. Но дисконнектимся и еще раз коннектимся. Сейчас у нас совпадают все каталоги. И в нем, и этой херне тоже. Так, connect. есть. Теперь ставим опять капеллу. она. Ставим и что здесь мы должны быть. Ставим слив. То есть он первый раз получается движется точно. Ну там в пределах в поле зрения объект. Потом я когда тут просто нажал синхронизацию он отъехал. То же самое происходит и в ней. Она синхронизирует и он в этот момент берет и уезжает. Вот сейчас неправильно он поставил эту херь. Абсолютно неправильно. Мы сейчас не увидим капеллу. Она у нас продолжает вот бултыхаться. Она у нас не здесь была. Она у нас была. Сейчас я соображу куда ее двигать. И что? Ну что-то нет. это не капелла. это не капелла. Я себе еще лазерную указку если брать. То есть идет полное рассогласование по каталогам или по непонятно чему. но такая история какая есть. Еще одна загадка. Или переустановить полностью другую взять версию этого CG сервиса GC. потому что что-то происходит какая-то дичь. Непонятная дичь. Я уже даже экран не хочу включать. Он смыкает между пол градуса и градусом. Пол градуса и градуса. только включается синхронизация. Он его не может навестись. Что я уже только не делал. Переменил все J now J эпоха. Короче он не может вот это смык туда. И вот это он будет делать. уже нафигачил мне кучу вот этих всяких строчек. Это будет до бесконечности. Потом он делает такую дичь. Если сейчас остановить эту так называемую синхронизацию изображения. Вот эта звезда он ее уводит с поля зрения. Приводит в поле зрения. Уводит с поля зрения. Приводит. Синоптики оказались брыхунами. Погода пока есть. Ветер правда сумасшедший. Но я пробовал уже из Нины все делать. Только этим делать. Синхронизировать через планетарий классический. Планетарий он вообще какой-то дичь. Ну правда последний раз он уже так более-менее синхронизировал. Но при Якумоде он как бы наводит после синхронизации ты говоришь синхронизировать. Ты же двигаешь и он это двигается или потом раз и кружочек ставит на звезду какую-то. Здесь этого не происходит. Мой вердикт мать его с этой парковкой будем потом разбираться в Якумоде еще наверное ролик запилим какой-то. Но пока я не добился адекватной работы от этого зеленого болота и сорян но это не работа. Поэтому что мы сейчас делаем правильно мы с телескопа сейчас типа говорим ему парковка я-то знаю какое положение парковки но он сейчас может такую парковку нам сделать что мы упадем в обморок вот нажмем парковка сейчас он нет вроде поехал это еще ничем не говорит он переворачивает трубу вот так вот вверх короче входом вниз в землю иногда иногда нет иногда он делает home position опять туда куда-то уводит его короче это все такая хер пост на масле эпилог хотите поражать я тут извините бегал прыгал прыгал бегал то у меня потом винетирование то еще что-то я практически ничего не снимал я только попробовал обезьяну то все кстати ладно начинаем ржать сначала нет не сначала кстати я вычислил блик и знаете что это бликует у меня ну короче вы сейчас его не увидите но я там его сбрасывал на домашний компьютер растягивал потом просто изменил направление съемки и блик исчезает это не что иное когда я начинаю снимать вот в эту сторону ну еще до 33 градусов все ок как только начинает там 28 становиться здесь оцинкованное духовое окно закрытое цинковой крышей и оно блестит и блик как только телескоп чуть-чуть вот так становится блик исчезает ну для этого у нас есть конечно вот такая штука но дело в том что я уже здесь не одеваю никогда ну придется значит одевать на юго-западное направление юго-западное направление здесь берется до 25 градусов я был в шоке поэтому я тут снимал снимал вот эту обезьяну это обезьяна если что но так как фильтры у нас байдеровский то есть л-про то обезьяна конечно тут такая это я проверял звезды винетирование и вот что я заметил еще здесь видите винетирование ну меньше здесь больше и вот там где больше винетирования там на определенных углах получается вот здесь такой блик вот потому что я пытался сделать какую-то темную туманность 10 минут долбил здесь конечно блика вы не увидите но когда я растягиваю я его вижу он там появляется чуть-чуть и по мере того телескоп наклоняется вам все больше больше и больше короче ладно но самое интересное я да я все сделал перевел опять на якумод вернулся и в результате внимание на экран как говорится и на телескоп смотрите что эта зараза делает это мы паркуемся если что в якумоди паркуемся 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 запарковались ну немножко не так как я хотел но ладно крыша закроется пришли распарковываемся и это в якумоде ну это эпилог был скажем так а вот как я до этого дошел и что я творил я уже фиг вспомнил но постараюсь сосредоточиться если вы себя будете хорошо вести я вам расскажу как мне удалось этого достичь но не факт что я завтра приду или когда там звезды будут сейчас уже звезд нету закончились я тут целую лабораторию развел экспериментальную но не с этим паркованием это буквально сейчас в конце я сделал на кондачка и все вот работает типа это парковка а то была хомпозилка ну может быть чуть-чуть его можно потом опустить пониже потому что сильно высоко получилось тем не менее но ребята это такой крест здесь чтобы это сделать вы себе не представляете я имею ввиду в якумоде вроде бы все нажимаешь все правильно но столько танцев с бубном столько нюансов столько последовательности шумной ну вот нафиг поэтому у тех у кого есть обсерватории если у вас уже до этого стояли якумоды оскомы все сносите сносите это через реестры потом вам покажу какие-то кнопочки а сейчас пока мы с вами всеми попрощаемся на этом хоть этом веселом веселой ноте итог болото пошло в топку в болото ну его в болото и кумод остался в фаворе собственно говоря на этом точно уже можно заканчивать всем пока